Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Марина Тихонова, директора медицинского центра «Вера». Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте! Вы не первый раз уже к нам приходите в гости. Мы с вами уже знакомы, общались. И после нашего последнего интервью к нам в студию поступало достаточно много звонков от людей, которые интересовались вашим центром, этой методикой. И главный вопрос, который они задавали – нет ли каких-то противопоказаний? Если можно, для наших зрителей расскажите. Нет, у нашей методики нет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. Это лечебная методика. Мало того, что худеть будут пациенты, там лечатся параллельно ещё очень многие заболевания. Также очень многих интересует, ну, обычно похудение – это же какое-то ограничение себя в еде. Это постоянный подсчёт калорий, сколько мы съели, сколько можно съесть. В вашей методике это присутствует или людям, в принципе, можно этого не опасаться? Пусть пациенты не боятся. Мы не заставим их считать калории, мы не усадим их на жёсткую диету, потому что сам метод убирает аппетит, делает быстрое насыщение, но худеет не только за счёт того, что ушёл аппетит и что насыщение произошло гораздо быстрее, чем обычно, а именно за счёт того, что гормональный фон нормализуется, и пациенты легко худеют. Марина Николаевна, сегодня вы к нам пришли вместе вот с вашими друзьями, пиявками. Все мы прекрасно знаем, что такое геродотерапия, я думаю, знаем, что это невероятно полезно, но некоторые моменты хотелось бы осветить. Ну, допустим, на чём вообще основано положительное действие на организме пиявок? Как это всё происходит? Действительно, сегодня я пришла с удивительными существами, с медицинской пиявкой. Это вот такие природные лекари. Я сейчас несколько пиявок выложу. Вот, ничего страшного в этой пиявочке нет, а вот полезного достаточно много. Мы их опять обратно уберём. Я думаю, уже увидели наши пациенты. Это действительно вот такие природные лекари. По своей сути, пиявка – это биологический шприц, и действие её основано на тех удивительных веществах, которые содержатся в её секрете. В литературе описывается, что пиявочка содержит до 120 биологически активных веществ, каждый из которых оказывает лечебное действие на организм. Это и противоуспалительное, и обезболивающее, жаропонижающее, успокаивающее, ну, достаточно многогранное действие у этих пиявок. Вообще, при каких заболеваниях следует обращаться к геродотерапии, и при каких болезнях она может помочь? Тоже, показания достаточно большие. Это гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен, гинекологические проблемы у женщин, а также простатит, аденома у мужчин. Дело в том, что у пиявок очень много, как я уже сказала, веществ в их секрете, ну, в том числе, скажем, гиалуронидаза, достаточно мощный фермент, который рассасывает кисты, мастопатия, аденомы у мужчин. Кроме того, пиявочка, как я уже сказала, обладает выраженным противовоспалительным эффектом, и иногда такая вроде бы небольшая проблема, но доставляющая очень много неприятностей, скажем, как фрункулез. Достаточно одного-двух сеансов поставить пиявку, чтобы эта проблема разрешилась без посещения хирурга. А они вообще откуда пиявки, где вы их берёте? Совершенно правильный вопрос. Конечно, мы их не в соседнем пруду наловили. Мы за ними ездим на московскую биофабрику. Каждая партия пиявок сертифицирована. И ещё я хочу наших пациентов успокоить, что никогда пиявка по второму кругу не используется. После того, как она поработала в нашем медицинском центре, мы тут же при пациенте её утилизируем в растворе холорамина с наштырём по второму кругу. Действительно, никогда пиявку никто не будет использовать. Я понимаю, что, наверное, в отдельном случае всё по-разному, но, тем не менее, курсы лечения герудотерапии, их нужно повторять с какой-то периодичностью или достаточно одного курса для того, чтобы проблема ушла? У нас достаточно много пациентов ходит, и многие пациенты повторяют эту процедуру. Вообще рекомендуется через полгода повторить эту процедуру. На курс ставится 6-10 сеансов. 6 считается профилактический курс лечения. После 6 сеанса, как правило, любые пациенты чувствуют улучшение. Скажем, с гипертонической болезнью они совершенно отчётливо фиксируют, что действительно давление начинает нормализовываться. После 10 сеанса эффект стойкий, полгода обходится без таблеток. Марина Николаевна, вот просто для того, чтобы понять, как это вообще происходит, не просто же человек приходит в центр и говорит, хочу, чтобы меня лечили герудотерапией. Нужно вначале обратиться, не знаю, к терапевту или к какому-то врачу из вашей клиники, для того, чтобы понять, что действительно герудотерапия может помочь в данном случае. Ну, сейчас достаточно много информации. Очень многие пациенты уже приходят, зная много о пиявках. Информации много в интернете. Но бывает такое, что человек пришёл с одной проблемой, выясняется, что у него ещё. Там есть какая-то проблема, которая требует как раз постановку пиявок. И мы предлагаем эту процедуру. Пациенты с удовольствием остаются. А поскольку у пиявки, я бы даже сказала, гарантированный результат, то люди с удовольствием ходят и ходят уже потом друг от друга. То есть они рассказывают о том, вот какой эффект у пиявочек. А это не больно? Ну, нет. Это такое лёгкое покусывание, поэтому этого тоже пусть не боятся. Ещё, знаете, хотела сказать, что пиявка по своей сути ещё и биоэнерготерапевт. Есть две эмоции, которые подавляют энергетику человека. Гнев и страх. Если человек пришёл в подавленном состоянии или, наоборот, взвинченный, пиявка не очень охотно к нему садиться. Но по мере того, как этот пациент к нам ходит, и пиявочка с ним работает, впрыскивает свои благотворные вот эти вещества, пациент действительно видит, насколько лучше он себя чувствует. Это и седативный эффект. У кого бессонница, бессонница проходит. Ну и сам выраженный лечебный эффект, который ожидает пациент, и который вот дают благотворные ему пиявочки. Скажите, у нас в Рязани ваш центр единственный, который занимается герудотерапией? Я просто больше, если честно, не слышала. Ну, будем говорить так, что наш медицинский центр одним из первых получил лицензию на герудотерапию. Это было 18 лет назад. Кстати, два года назад лицензирование на пиявки отменили, но не отменили сертификацию специалистов. Поэтому я бы пациентам пожелала, чтобы они приходили в специализированные центры. Скажем, наш специалист прошёл обучение в Академии постдипломного образования в Москве. И основной принцип «не на вреде» всегда в клинике соблюдается. Марина Николаевна, может быть, для тех зрителей, которые видят вас в нашей студии в первый раз, давайте ещё разочек расскажем в общем о вашем центре «Вера». На чём вы специализируетесь? Ну, самая основная часть – это, конечно, пациенты, которые мечтают похудеть. И действительно, результат прекрасный в нашем медицинском центре после прохождения курса. Также я уже сказала, что мы много лет занимаемся герудотерапией, потому что результат здесь прекрасный, гарантированный. У нас работает очень хороший кинезиотерапевт-остеопат. Он тоже присутствовал у вас на передаче, и после этого достаточно много пациентов пришло. Марина Николаевна, не могу не спросить. Всё-таки многих часто интересует вопрос стоимости этих процедур. Я вас не прошу ни в коем случае называть конкретные цифры. Просто насколько это доступно действительно для рязанцев? Это абсолютно адекватные цены. Могу вам сказать, что, учитывая ещё и повышение цен на фармацевтические препараты, цены адекватные, пенсионеров много ходят. Но никто не сказал, что у нас цены выше, чем вообще по Рязани. Я даже более того скажу, что у нас цены такие же, как по другим регионам. Давайте тогда, наверное, ещё раз для зрителей скажем, где вы находитесь. И как можно узнать побольше информации? Может быть, у вас сайт какой-то есть? И сайт у нас есть, medvera.ru. Мы находимся на Полонского, 19, корпус 1. Телефон наш 24 10 50. Звоните, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, спасибо большое, что вы нашли время прийти к нам сегодня. Спасибо, что пригласили. Рассказали о вашем центре. Хотелось бы, конечно, чтобы людей здоровых у нас в городе было больше. Но, тем не менее, если у кого-то возникнут какие-то проблемы, добро пожаловать в медицинский центр веры. Мы будем рады вас видеть. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова